Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава послания к Галатам, библейский портал экзегет. Я, Андрей Десницкий, читаю свой перевод с небольшими комментариями. В третьей главе Павел уже прям ругается с Галатами. Галаты, я напомню, община не очень понятна какая, возможно, много разных общин, рассеянных по области Галатия, римская провинция, в центре Малой Азии, нынешняя Турция. И в первых двух главах он разбирал вопрос о том, нужно ли язычникам, а Галаты по происхождению язычники, не иудеи, соблюдать Моисеев закон. И, конечно же, его вывод, что нет, что призыв соблюдать закон, есть искажение Евангелия, есть введение нового Евангелия, есть отказ от Христа, поскольку и без Христа у нас с законом все хорошо выходит. Кто же вас, неразумные Галаты, околдовал, чтобы вы не подчинялись истине? А ведь прямо у вас перед глазами был начертан распятый, словно бы у вас, Иисус Христос. То есть, смотрите, вы видели, как будто это все у вас произошло. Вот вы приняли его как того, кто с вами, того, кто у вас, того, кто вот среди вашего собственного мира. И, наверное, так каждый человек, который приходит ко Христу, воспринимает в какой-то момент Христа как не некоего такого давнего персонажа из античной истории, который где-то в Удее далеко, там с ним что-то случилось, но как того, кто вот-вот рядом, протяни руку, и он здесь, это здесь произошло. И вы это видели, и вы отказались? Одно только хочу вас узнать. Вы приняли Духа путем соблюдения закона или когда уверовали в услышанное? И смотрите, для Галатов то, что среди них действует Святой Дух, это абсолютная реальность, да? Мы сегодня будем говорить там канонические какие-то правила, какие-то вот обряды, вот это все правильно, формально. А Павел говорит напрямую, вот Святой Дух у вас есть? Вы же знаете, что есть, да? Так это что, от того, что вы закон соблюдали? Вот соблюдали, 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 и вам прислали Духа в награду, да? Или как-то иначе все произошло? Путем соблюдения закона или когда уверовали в услышанное? Вы настолько неразумны, чтобы, начав с духовного, завершать плотским? Отказаться от Духа, да? Сказать, да ну, у нас вот правила, заповеди, у нас тут какие-то свои тонкости, давайте мы вот этим будем заниматься, а Дух не нужен. Вы столько претерпели, и все впустую, если так впустую. Мы не знаем, что они претерпели, но, наверное, всегда и везде, когда люди принимают веру, ну, не ту, которая была у их предков, возникают проблемы. Может быть, очень серьезные. Тот, кто наделяет вас Духом и совершает среди вас чудеса, смотрит на соблюдение закона или на вашу веру услышанную? Речь, конечно, о Боге. И вот он дальше развивает эту мысль. Смотрите, он с галатами очень резок, резок, самое полемичное послание среди всего Нового Завета. И он начинает с аргументов личных. Он говорит им в первых двух главах, особенно в первых. Кто такой я, Павел? Я не от людей все это принял. Дальше он говорит, смотрите вы сами, что с вами происходит, галата. То есть, очень все межличностно. Но раз закон, раз это все опирается на тексты Ветхого Завета, пожалуйста, сейчас я вам процитирую из Ветхого Завета. И много, говорит Павел. Так и написано. Поверил Авраам Богу, это вменилось ему в праведность. Вот в послании к римлянам та же аргументация. Поверил Авраам Богу, значит, призвание Авраама, первого, собственно говоря, прародителя израильского народа, первого человека, который после изгнания из рая не просто верит в единого Бога, но, наверное, иной верил, да, но который основывает некоторую такую вот уже форму поклонения ему, от которого берет свое начало израильский народ. Так вот, оказывается, что праведным Авраам был назван до того, как он начал что бы то ни было делать, в момент, когда он просто поверил. И вы знаете, что сыновьями Авраама становятся благодаря вере, и Писание предвидело, что Бог по вере оправдает язычников, и заранее возвестило Аврааму, через тебя получат благословение все народы. Это все цитаты из книги Бытия, конечно. Это благословение получают по вере вместе с верным Авраамом. То есть, смотрите, да, есть цитата «Через Авраама благословятся все народы», и Павел говорит, как мы становимся носителями этого благословения, когда мы присоединяемся к вере Авраама, когда мы разделяем эту веру с ним. «Кто полагается на соблюдение закона, на того падает проклятие. Ведь написано, проклят всякий, кто не сохраняет всего написанного в книге закона и не соблюдает этого». Цитата из старозакония. То есть, смотрите, мы стараемся соблюсти закон, но мы в чем-то нарушаем. Ну, мы все прекрасно знаем, что невозможно соблюсти там всегда все правила дорожного движения, там всегда уплатить все налоги, все должностные инструкции противопожарной безопасности правила соблюсти. Ну, мы все время что-то нарушаем, да? Ну, кто злостно, кто по невнимательности, кто потому, что, ну, вот, так иногда устроены эти инструкции, что невозможно не нарушить хоть какой-то малейший. Так вот, и закон ветхозаветный, по сути дела, если относиться к нему как вот строгой форме, которая расписывает каждый шаг, неизбежно приходится человеку нарушать или по невнимательности, или по разным другим причинам. И он преступник, он попадает под проклятие. Также ясно сказано, что закон никого не делает праведником перед Богом. Праведный жив будет верой. Это из пророка Аввакума. И что закон основан не на вере. Кто сотворил все это, этим и жив будет. Цитата из книги Левит. То есть, кто исполнит все требования закона, от них получит жизнь. А Христос искупил нас от этого проклятия, сам приняв проклятие за нас, ведь написано. «Проклят всякий, кто повешен на дереве». Вот здесь само распятие становится формой позорной смерти, что, в общем, так и было. И цитата из книги Второзакония, где вот само повешение, оно уже является формой позорной смерти и свидетельством о проклятии того, кто этой смерти предал. «Итак народы получили Авраамово благословение через Христа Иисуса, а мы получаем обещанные дары Духа по вере». Братья, скажу по-простому. Если некий человек составит завещание, никто другой не сможет ни убавить от него, ни к нему прибавить. Так обещания были даны Аврааму и семени его. То есть вот эти самые пророческие обещания сравниваются с завещанием, которое так или иначе исполняется. И при том он обращает внимание, что семя в Ветхом Завете, конечно, это слово может означать множественное потомство, но употреблено слово единственного числа. И не сказано семенам, как если бы речь шла о многих, но в единственном числе и семени твоему, то есть Христу. И вот что скажу, завет, составленный Богом ради Христа, не может быть через 430 лет упразднен с законом. Данное обещание неотменимо. 430 лет по иудейской хронологии прошло от завета Бога с Авраамом еще до всякого закона, Бог просто дал обещание, до дарования закона через Моисея. Ну и, соответственно, он говорит, вот когда-то Бог обещал нечто Аврааму, но если это обещание было дано, оно неотменимо. Никакие последующие дарования закона или чего бы то ни было еще не отменяют, не изменяют его. Значит, в течение 430 лет Авраам и его потомство, его наследники получали от Бога вот эту праведность по вере, и закон что же отменил это? Да не может такого быть. Если бы это наследие передавалось по закону, то обещание было бы ни при чем, но Аврааму Бог его даровал именно по обещанию. Так, ну здесь можно уже подумать, что закон вообще никому не нужен, пора его выкинуть, Бог его дал по какой-то ошибке. Но это тоже будет слишком для Павла. А что же закон? Он был добавлен из-за преступлений на время, пока не придет то обещанное семя, причем ангелы вручили его посреднику. Имеется в виду, что ангелы вручили закон Моисею, и соответственно, закон был дан до Христа, ну чтобы все-таки ограничить как-то проявление зла. Но там, где действует один, не бывает посредников, а Бог един. Стало быть, то, что ангелы, которые здесь упомянуты как посредники в передаче закона от Бога, и Моисей как посредник его принятия со стороны народа, свидетельствуют о том, что это не прямые отношения Бога и народа, и людей, а некоторые более вторичные такие, да? Так что же, закон противоречит Божьим обещаниям? Да не будет. Если бы нас возрождал к жизни тот, некогда данный закон, то и праведниками становились бы по закону. Писание определило, все подчинено греху, но по вере Иисуса Христа обещание дается тем, кто уверовал. Ну вот здесь он вновь и вновь продолжает эту самую аргументацию, что закон подчиняет всех греху, поскольку он вводит понятие греха, и человек подпадает под это понятие благодать, освобождает через Христа от этой зависимости. И пока не пришла вера, мы были под стражей закона, которая сохраняла нас ради будущего откровения веры. Закон сделался нашим воспитателем, ведущим нас ко Христу, чтобы нам стать праведниками благодаря вере. Но когда явилась вера, мы уже не подчинены воспитателю. Ну, как дети, да, детям в раннем возрасте вводят им какие-то правила, они кажутся им бессмысленными, почему нельзя есть одни конфеты или смотреть мультики целый день. Ну, взрослые просто им дают возможность самим вырасти, и когда они вырастают, то можно есть конфеты целый день, можно мультики смотреть целый день. Человек уже сам выбирает. Все вы дети Божьи по вере Христовой. Вот продолжается эта метафора детства. Все вы, крестившись во Христа, во Христа облеклись. Ну, то есть, вы надели на себя его одежду, вы стали такими же, как и он в каких-то отношениях. И нет уже ни Иудея, ни Элина, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины. Вы все одно во Христе. Если вы Христовы, разве вы не семя Авраама, не наследники всего, что ему обещано. Вот эта аргументация продолжается. То есть, язычники, принимая христианство, они становятся одним с иудеями и присоединяются к этому наследию Авраама. Закону просто нечего делать в такой картине мира. Ну, в следующей четвертой главе он, конечно, продолжит эту аргументацию и, в частности, будет рассматривать более подробно образ возрастания в вере, как младенцы становятся взрослыми. В瞬е ernắcие и ориентиры handled этой accomplнической Воо всех рассматривающих двери и невероятных связей обве наследивают Theyiэк, где, которые